Короче говоря, в борьбе мы только четыре раза меняли прайс. Ты можешь повышать сколько хочешь, но тебя покупать не будут. Нам поставили задачу на это делать. И вдруг мы увидели, что кормилица микориза добывает огромное количество микроэлементов. А вообще ситуация, если смотреть с точки зрения бизнеса, это хорошая ситуация. Вячеслав Иванович, мы в прошлый раз с вами виделись четыре года назад. Много событий произошло. Если говорить об инфраструктуре предприятия, о заводах, лабораториях. Четыре года назад вы говорили о шести предприятиях, я помню, четыре лаборатории было. Вот за эти истекшие четыре года что нового появилось, как вы развивали производство, могли бы рассказать, что сейчас спустя четыре года вы представляете башенком, как наустро-инфраструктуре предприятия? Ну, мы развиваемся очень бурно. Вот сейчас у нас 30 научных лабораторий боксов, которых более 200 штаммов мы изучаем. У нас они паспортизованы, запатентованы, постоянно поиск идет. Мы по площадям очень сильно наросли, то есть у нас сейчас около 100 тысяч квадратных метров территорий, а закрытые, то есть помещения, где заводские помещения, где-то 40 тысяч квадратных метров. Вот. За это время 80 препаратов новых появилось, биопрепаратов, да, 80 препаратов. Сейчас вот мы доканчиваем регистрацию в этом году еще 12 препаратов, а следующем, ну, идет регистрация, она долго идет, два-три года идет. В 2023-2024 году еще там 33 препарата. Ну, там и перегистрация, и регистрация новых препаратов. Значит, производим, мы работаем, наши препараты работают где-то на 10 миллионов гектарах, и, как мы посчитали, дополнительно сельскохозяйство получает около 5 миллионов тонн продукции, сельхозпродукции. Вот. Если эти 5 миллионов поместить в фуры, мы посчитали, то это фуры, они подряд стояли бы от Омска до Москвы, то есть из УФУ проходя, естественно. Вот. То есть, работаем достаточно хорошо, я считаю. Каждый год растем от 15 до 30 процентов. Да, это у нас каждый год идет такой рост. Вот. За эти 4 года мы вложили, инвестировали в производство, это 400 миллионов. То есть, у нас такая система, что мы каждую копейку в производство. И вот, если предыдущие были годы, как мы называем, ну, как в Библии, если вы помните, или в Ветхом Завете, 7 тучных лет и 7 тощих лет. Вот. Во время тучных лет, когда все же было полегче работать, мы накопили много производственных площадей, много технологий, много препаратов. Сейчас будто бы посложнее, но, во-первых, цены меняются. Вот мы и начали работать в этом году, вот сегодня мы как раз рассказывали, на некоторое сырье повысилось там от двух до шести раз. Вот. Естественно, стрессовая ситуация такая и для потребителей, и для сельского, конечно, и для нас тоже. Да, да. Но все равно мы вышли на нормальный режим. Вот. Слышите, вот сегодняшняя ситуация там, ну, пандемию, наверное, уже, может быть, и не стоит вспоминать, а вот с начала этого года санкции и общий такой слом немалый, да, который происходит в экономике, который мы можем наблюдать. Как это на вас повлияло и как вы перестраивали работу? Поменялись ли поставщики? Что с ценами? Как с логистическими цепочками? Что с поставками, например, зарубежными, если были какие-то компоненты? Нет, у нас всегда была установка, вот с самого начала, мы в 91-м году, даже с 89-го года начали работать. Мы сразу поставили задачу, мы занимаемся инновационными продуктами. У нас предприятие называется BASH INCOM. INCOM мы называли это, переводили, инновационные комплексы, на самом деле. И всячески пытались уйти от влияния Запада или Китая, поэтому практически у нас ничего зарубежного нет. Есть кое-что там, но это мы преодолеваем. А вообще ситуация, если смотреть с точки зрения бизнеса, это хорошая ситуация. Даже это хорошая мотивация, хороший пинок. Работает, работает. Ну, все-таки, как сказала ситуация? Вот там 24 февраля, март, апрель, санкции... Вот февраль, март были тяжелые. Почему? Потому что резко цены изменились на сырье. Пришлось и там искать, и там, например, бор можно в Турции взять, можно на Дальнем Востоке. А на Дальнем Востоке, там, значит, предприятие еле шевелилось. Ну, потом, видно, что-то вложили, заработали, и у турков цены понизились, и там. Ну, короче говоря, в борьбе. Мы только четыре раза меняли прайс, потому что невозможно там, если в шесть раз сырье меняется, это в шесть раз цены, или в два раза. Ну, пытались минимизировать, свою прибыль уменьшали до предела, лишь бы сохранить рынок, и чтобы люди тоже могли заработать. Какие-то примеры еще можете привести? Вот комплектующие, да, или сырья, которые поднимали цены, которые, например, исчезли в СНГ, или стало трудно ездить? Вот, кроме бор, интересный пример, или еще? Ну, конечно, микроэлементы... Нет, ну, даже вот, сегодня только говорили, что даже щелочь, натриеваж, который производит у нас здесь Путуфой, в четыре раза цены увеличили. Не знаю, что у них там иностранного. А зачем это происходит? Потому что опять логистика поломалась, или что, доллар? Ну, и логистика, люди просто с ума сошли. Не то, что с ума сошли, но в стрессе в каком-то... Все повышают, давай мы тоже повышаем, но мы так не относимся. Ну, они как бы монополисты. Вот. Ну, сейчас они понизили. Но понизили не до той цены, а вот где-то посерединке. То есть, будет он уже на новые. Ну, если какой-то прогноз делать и исходить из сегодняшней ситуации, вот у вас, например, на вашу продукцию выросла цена, и насколько это долгосрочная ваша цена? Ну, сегодня мы смотрели на ряд продуктов, мы цену уменьшили. На некоторые увеличили, ну, буквально от 6 до 14 процентов. Ну, потому что сырье там подорожало. То есть, мы старались... Там где-то в разы мы... Ну, иначе на рынке не выдержишь. Ты можешь повышать сколько хочешь, но тебя покупать не будут. А покупательная способность у людей уменьшилась. Вот агрария, если говорить, цена дальше будет расти? И насколько... Или вот вы сейчас ее повысили на какой-то, на какой уровень? И чего им ждать просто? Я думаю, в 23-м году все стабилизируется. На сегодняшнем уровне или? Нет, уменьшится. То есть, цены будут... Вот на цену не могу сказать, но инфляция уменьшится. Сейчас говорят где-то 14 процентов, но в следующем году будет меньше. Нет, страна очень быстро пришла в себя, и работают люди. Скажите, у вас какие-то зарубежные, мы в большом разе еще обсуждали, зарубежные контракты вот у вас только-только налаживались на полную институцию, поставки какие-то планировались. Вот за эти четыре года наращивали вы, например, экспорт продукции, да? И что с ним сейчас? Ну, только странами бывшего Советского Союза, то есть СНГ, там Грузия, Армения, Грузия до сих пор с нами очень хорошо. Там что-то выдумывают, там, этим не платить. Так они и находят все равно. Наши люди, они все найдут. То есть экспортные поставки у вас? Казахстан, Киргизия, Туркмении хорошо мы заработали, долго не могли, иногда это было изолировано. А тут наши, нашлись люди. Узбекистан, Таджикистан, все, и мы работаем. Вот основное направление именно для сельского хозяйства. Вот что нового появилось и можете их описать? Ну, вот у нас вот появился очень интересный продукт, БИЯК называется, биоразлагаемый нентарный комплекс. Это для того, чтобы связать микроэлементы и доставить растению. Вот, это вообще удивительный препарат получился. Мы с ним работали более пяти лет. Наши химики бились, академики занимались. Я говорю, нашли очень толковых химиков в Казани. Просто замечательные ребята. И вот мы буквально, примерно, ну не знаю, там полгода назад добились. Все, мы уже начали его выпускать. Сейчас, в этом году, ну пока один реактор запускаем под это дело, 200 тонн мы его сделаем. Чем он хорош? Тем, что... Чем он хорош? Тем, что он, когда подает почву, микроэлемент отдает растению, например, медь, цинк, молибден, железо. А сам разлагается. Разлагается причем на азот, полезное вещество для растений, и гентарный кислот. Это суперактивное вещество. Оно активизирует все процессы у растений, у животных, у человека. А до этого мы брали, и как все брали, там, ЭДТА, там, и другие, там. То есть, они химические чисто синтезированные комплексоны, которые очень плохо разлагаются. Они тоже отдают микроэлементы растению, а сами они остаются, значит, в почве, в реке, в море, отравляют там. Они прихватывают, переводят тяжелый метан, например, свинец, в расставимую форму. Вы знаете, ну вот, например, не знаю почему, там, на Каспии тюлени, там, тысячи тюленей погибли. Вполне возможно, вот что-то отравляющее вещества. Ну и вообще это очень много. А это биоразлагамид. Единственное, в России, даже, возможно, в мире, я слышал, что такое есть, но другого вида. Вот, мы его используем сейчас и для бытовой химии, для мыла, для шампуней, гелей для душа. Сейчас сделали уже два, значит, мыло-огородник, мыло-межнулька. Сейчас вот гели для душ, стиральный гель, вот тоже интересно. Вот, и они прекрасно, они биоразлагаемые, поэтому они вот полезны только человеку. Удивительная вещь. И вот сейчас мы все микроэлементные препараты переводим на бияк. Это какие? Ну, у нас вот есть богатые микро, биополимики, вот. Еще препараты есть микроэлементные. А растениям очень нужны микроэлементные. Растениям, человеку, мы все стоим из таблицы Менделеева. Поэтому бияк, который, значит, берет микроэлементы и дальше несет растениям, это колоссальная вещь. Более того, это природоподобная технология. Потому что растение тоже через корни, оно не просто берет там медь, там, или, ну, медь в растаренную форму обычно. Это медный купорос, купором СО4. Вот. Так растение, оно по корням, оно передает комплексону наподобие нашего бияка. Там захватывает и уже в составе органической молекулы вносит, значит, в растения. И в таком виде легко входит в любую клетку там и так далее. А когда она в чисто неорганической форме, там, купором СО4, она, значит, там, это большой стресс для растения. И мембраны могут прожигаться, и, ну, в общем, это хуже намного. Бияк дает, во-первых, ну, чисто с точки зрения нашего предприятия, это конкурентное преимущество. То есть, людям легче продать, ну, не то, что продать, дать полезный продукт, чем все же с проблемами, то есть, с токсикологией и так далее. Во-вторых, мы долго бились, состав и так далее, практически мы цену не изменили. Вот, то есть, по цене практически то же самое. Дальше он прекрасно работает, как обычное наше земледелие, и химическое, и интегрированное, так и в чисто органическом земледелии. Я думаю, он должен работать, вот. То есть, его можно, получается, как био-безопасное… Да, био-безопасное, да. То есть, все растения у человека… В экологически чистом производстве, я правильно понимаю? Да. То есть, до этого это была, в смысле, химия, по сути, там, да, на основе старых комплексов. А сейчас его можно встраивать, эти микроэлементы, в био-безопасное земледелие? Нет, ну, здесь немножко вопрос, конечно. Потому что, есть законы определенные по органическому земледелию, и разрешается ли вообще микроэлементы, вопрос. Ну, а по сути, это по форме, а по сути, конечно, это самое то, что нужно для органического земледелия. Потому что часто в органическом земледелии такие, там, сложные законы, что, например, вот, если хочешь микроэлементы, давай какой-нибудь, там, доломит добавь, или гранит, еще чего-нибудь. Ну, такое, чтобы ничего там, никакого синтеза не было. Здесь все же синтез идет. Так что, а так, это изумительная вещь. Вы упоминали новые препараты, там, их несколько десятков, да. Можете пройтись по, ну, каким-то основным. Вот Вы упомянули про хозяин плодородия, да. Какие-то еще новые препараты появились. Можете про них подробнее немножко рассказать, и в чем их преимущество, в чем их особенности, как они будут работать, что они дадут. Я тоже начну с кормильца микоризы, у нас есть такой препарат, кормильца микориза. Мы его сделали где-то года три назад. То есть тоже долго-долго, лет десять, наверное, мы к нему приближались, искали. Литература будто бы есть зарубежная, вот такие книжки. Вот там нет технологий, нет, непонятно, к чему было подойти, и мы в себе нашли. Потом мы искали эту микоризу, это природная грибница. Она еще переводится как гломус, это клубеньки. Вот они встраиваются прямо в корни и выбрасывают в почву гифы. А гифы это сети нитей, то есть вторые корни. Они очень тонкие по диаметру, но очень длинные. Там может и метр, и пять, и десять, и пятнадцать, и сто метров может уйти. Для чего? Она собирает элементы питания, те самые микроэлементы, таблицы Менделеева, и кормит растения, чтобы растение было здорово, хорошо росло. А растения навстречу кормят их углеводами. То есть это у нас фотосинтез, луч солнышко упал на листик, там хлорофиллы, хлоропласты. Значит, СО2 с воздуха взяли углекислый газ, с корней пришла вода, плюс СО2, получилась глюкоза. СО6, СО12, СО6. А глюкоза это энергия для всего живого. И для человека, и для животного, и для растения. Так вот, грибам не хватает глюкозы, растение его кормит. Вот тебе на глюкозу, вот именно собери вот эти элементы питания. Во-первых, корневая система мощная сразу, потому что корни тут же почувствовали. Во-вторых, урожайность повышается. Вот мы, например, на томатах увидели, урожайность у нас получилась в 3,7, а вот в 2,7 раза выше. Урожайность? Да. Причем, правда, там не только микориза, там мы называем технологию АС-35. Там и фитоспорин, еще, значит, микробиологический препарат 33 благодаря, и ГУМИ, вот этот АС-35 называется. Ну и сама кормильница микориза тоже очень мощно работает. Это раз, и что нас поразило, вот мы буквально 4 месяца назад вдруг увидели, у нас есть такое, мы сами его разработали, аналитическую лабораторию, мобильную. Фитоскан, да. Потому что если сдать, например, на анализ в химических лаборатории, которые существуют, то они везде. Это нужно месяц или два ждать, потом они еще и напутают. А у нас фитоскан позволяет за час, за 40 минут прямо в поле определить дефицит или избыток каких-то элементов. И вдруг мы увидели, что кормильница микориза добывает огромное количество микроэлементов. То есть не просто что-то там, азот, фосфор какой-нибудь. Она и медь, и цинк, и йод, и селен. Да. Ну и йод вы сами знаете, как необходимы. Это щитовидная железа. У нас в Башкире это дефицит у нас по йоду, например. Очень много больных по щитовой железе. Селен, это сейчас вообще пик моды. Там селеновая яма это антиокислитель, антиоксидант и так далее. Очень мощное. Ну и так далее. Железо это анемия. Оно железо добывает. Вообще удивительно. И мы начали проверять на многих-многих культурах. На всем. На луке, да, на помидорах, перцах, огурцах, моркови. На пшенице тоже мы делаем, тоже количество микроэлементов увеличилось. А я как уже говорил, что если микроэлементов увеличивается количество, появляются ферменты. Точнее ферменты начинают работать по-настоящему, ускорять реакции, биохимические процессы ускорять. Миллионы, миллиарды раз. Тогда образуются и белки, то есть у человека это мышцы, растения, это ствол, листья и так далее. Это витамины, то есть все нужно синтезировать, везде нужны вот эти катализаторы, то есть ускорительная реакция фермента. А витамины приходит только человеку, практически только из растений, но еще из микробного состава, потому что микрофлоры есть, там тоже часть витаминов они тоже синтезируют. Вот такой прекрасный препарат получился, мы его везде используем, все наши используют, и продажи его хорошо идут, они буквально увеличились в разы, там три-четыре раз постоянно с прошлым годом. Вот, но мы не могли проникнуть в сельское хозяйство крупное, с микоризой. Причем, потому что оно в виде порошка, там трудно вносить. Нам поставили задачу, надо делать градулы. И вот мы, значит, грубились весь год, нет, больше года, значит, года два, наверное. Проектировали все это оборудование технологически, мы сделали цех, практически завод. Сейчас мы выпускаем десять тонн в смену, ну не в смену, а в сутки две смены работают. По пять тонн в смену, десять тонн. Около трех тысяч, значит, мы тонн сделаем за год. Сейчас уже больше тысячи готово. Ну, долго бились, интересная задача была. Потому что там, а саму эту микоризу еще нужно было, значит, получить. Что у вас сложное, что вы туда подсадите? Ну, это два слова про хозяйство водородия. Да. Это микориза, и плюс добавочки там, там и гуминовещества там есть, и органические удобрения есть там. Но основы все, как мы считаем основы, хотя и то, и другое, все это работает. Ну, нам и нравится это. Это кормилица микориза. В России тоже этого нет. Немножко на рынке были, но это откуда-то из Бельгии получали, что-то там делали. Вот. Причем мы эту микоризу, грибы искали по всей стране. Я сам турист, пешеходник. Мы в Карелии, мы на Саянах и на Алтае. Везде брали почвенные грунты, несли. Вот. Вот. Что по инсектицидам, биоинсектицидам. Многие вещи еще до сих пор не удается сделать. Я так понимаю, да? Это водоносик, крупные особи. Есть здесь какие-то за четыре года серьезные и интересные Нет. Мы сейчас доканчиваем целый цех для того, чтобы вот это вот против, ну, вредителей сделать. Но пока не добились мощного эффекта. Все же мы научные внедренческие предприятия. У нас и научная часть большая, и внедренческая часть большая. Мы не хотим давать то, что работает не очень эффективно. В лаборатории работает сто процентов. Мы ходим в поле, то работает, то не работает. Идет споры, борьба идет. То есть идет отработка, как обычно, ну, творческая деятельность. Вот. Еще у нас препарат есть Баверикс. Тоже против вредителей. Тоже мы заканчиваем регистрацию. Параллельно идет регистрация, идет отработка, идет строительство цеха. Вот. Дальше. Триходермикс тоже. Это триходерма. Это такой гриб, который тоже хорошо против патогенов работает. Вот. У нас тоже готов цех для него. Сейчас идет регистрация. Вот. Не помню, когда. Вот. По-моему, в начале следующего года. Потому что регистрация довольно долгая. Некоторые препараты в 2024 году не выйдут. Система Сатума сейчас многих беспокоит. Вот. Ваши линии ситуации какой? Как вы планируете с ней работать и решать? Нет. Ну, как всегда, задача поставлена. Мы ее, конечно, пытаемся, не пытаемся, мы ее преодолеем. Мы ее занимаемся. Вот. Сегодня разбирались. Но, конечно, по-хорошему, хотелось даже обратиться, наверное, и нужно обратиться к правительству, чтобы ну, дали хотя бы год. Ну, потому что любой закон, он принимает сначала какой-то предварительный. Надо в него войти. Вот сейчас мы поняли, что такое. Нам бы еще полгода-год, чтобы по-настоящему. Но все равно мы работать-то будем. Так или сяк. Но... Но... В данной сложности, в чем вот сейчас сейчас начинает работать. Что может случиться? Какие риски есть здесь? Ну, там требования, документации повышенные. Значит, где не требовалось, там, например, некоторые препараты были зарегистрированы на основные, допустим, культуры. А крестьяне начал выращивать еще какую-то культуру, которую раньше не выращивал, а у нас это не вписано. То есть нам нужно время... Мы будем, мы регистрируем дальше. Вот. А в результате мы будем... Страна будет... Если мы не будем их использовать на новых препаратах, они работают. Будем терять урожаи терять. Страна будет терять. Поэтому, чтобы совместить все интересы, надо бы, конечно... Ваше предложение, какие вот, получается, доработки самой процедуры и системы? Отложить на год, можно даже на два. Потому что время регистрации, оно затягивается вот... А вот время регистрации, доведения всех бумаг. Мы поняли, мы всех научили, сами научились, все поняли. Но есть некоторые вещи, которые... Надо время, чтобы их привести в порядок. А в это время уже посев пойдет и... Ну, хаос какой-то может получиться, если сейчас... Ну, мы же живем в России. То есть, скорее всего... Я так думаю, что... Даже не будет... Или просто не будет выполняться и будет закон. Да. Даже не будет закона. Ну, в смысле, продление. Все равно будут смотреть немножко мягче. У нас нет такого зверья, чтобы прям взять и задушить человека. Это тем более... Ну, это... Мы занимаемся производством. Вы сами оцениваете вот эту инициативу как? Это очищение рынка, не знаю... Внедрение правил, да? Это все правильно. И наоборот зарегулировано. Это все правильно. То есть, вы видите в этом уточнение там правил игры? Конечно. Правила игры. Их нужно... Но требуется некое время на отработку. Единственное, вот на эти регистрации там, не знаю, только какие-то сидят эти очень любящие деньги. Ну, например, там какую-нибудь экологическую экспертизу 800 тысяч. Ну, что их себе экспертизировать? То, что на самом деле это не ядохимикат, а ничего там. Ну, самые простые вещи 800 тысяч. И вот 800, 800, а мы десятки. Вот я сказал, что там 40 препаратов. Вот 40 на 8 умножать, уже 32 миллиона пойдет. Не в производстве, а кому-то чего-то там, который научился писать. Самое интересное, мы сами уже, ну, наши люди умеют, экологи, умеют все оставлять. Но мы отправляем, не проходит. Доходит куда там, чем-то. Вот выяснили, что вот через этих можно. И вот идет так. Надо очищаться немножко. Вот планы. На ближайшие годы вы как видите развитие предприятия? В каких, по каким препаратам и по каким группам препаратов? Или каким вообще новым направлениям вы бы хотели сейчас работать по новым или совершенствовать старт? Нет, у нас много, много идей. Вот сейчас вот мы, например, хотели сделать стрептобаж. Тоже есть такой микроб, стрептомицет, который очень хорошо против вредителей. Но пока мы не добились того, что он, он очень хорош, на самом деле, свредительный. Он хорош тем, что он работает практически как химия, бьет. Да, но через два дня он уже разложился, все он чистенький. Ну, в смысле, земля чистая, все экологично и так далее. Но мы не добились еще эффективности. То есть мы получаем, все такое там, китайцы получают больше. Хотя Китай все взял у нас. То есть, количество этих антибиотиков природных у них больше, чем у нас. Хотя Китай все взял у нас. То есть наши академики все продали в 90-х годах в нашей НИИ. Вот, они реализовали, а мы только вот начали. Вот, но сейчас ищем подходы и Китаю, и так далее, и так далее. Что еще? На весь хорошее. Работы очень много. То же самое хозяин плодородия с кормилицами коризой. То, что мы сделаем, вот эти три тысячи тонн, ну, это где-то на сто тысяч гектаров. Ну, это ерунда. То есть надо, на самом деле, в десятки раз больше. Ну, если сейчас продажи пойдут нормальные, а если вдруг нет, то нет. Мы же так работаем. Мы же не можем, как государство не может предсмотреть, что будет через год, например. Мы тоже. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!